Всем привет ребят, с вами Вархаммер и сегодня мы поговорим об одном интересном режиме, который в свое время кунусы превратили в обычный паблик, а именно competition или же просто компот, как у нас это принято говорить. А поговорим конкретно о том, почему вам не стоит заходить в него. Что же, погнали. Не лезь блять, дебил сука ебаный, дебил блять. Она тебя сожрет блять, нахуй ты. Первое. Competition почти не отличается ничем от паблика. В свое время кунусы уменьшили длительность сессии в competition в угоду того, что он будет идти каждый час. Как итог, мы получили формат, похожий на обычный паблик, где нам дают в практике 3 минуты, чтобы зайти на сервер, 7 минут, чтобы пройти квалификацию, и о ней поговорим чуть позже, и 30 минут на саму гонку. Ну вот получается, что у паблика формат даже лучше, и все дело в 7 минутной квалификации. Данного времени попросту может не хватить для того, чтобы поставить нормальное время. Если трасса длится больше, чем минута 30, у вас есть лишь 3 попытки, чтобы поставить время. А если взять бельгийскую трассу SPA, то и вовсе 2. То есть любая ошибка во время квалификации будет стоить вам с танцевого места, в то время как на пабликах выделяется от 10 минут до 15, чтобы без проблем пройти квалификацию. Также сама гонка. В компоте мы имеем 30-минутный заезд, а в паблике 25-минутный заезд. Как по мне, 30-минутные гонки это не туда и не сюда. То есть они и не длинные, как это было раньше по 45-60 минут, и не короткие, как в пабликах. Уж лучше сократить гонку до 25 минут и дать людям больше времени на саму квалификацию, нежели эти несчастные 5 минут в гонке, которые в нынешних реалиях не сильно решают ее исход. Второе. Система рейтинга. Прежде всего, Competition подразумевает, что это рейтинговый режим, в котором вы сможете сражаться с противниками плюс-минус вашего уровня. По факту никакого рейтинга нет. А это отдельная графа CP в графе рейтингов, отвечающая за то, на какой сервер или же сплит вы попадете. И при этом, чаще всего, сплитов всего 2, или в лучшем случае 3. По итогу, в самих сплитах виден сильный дисбаланс по уровню пилотажа. Есть группа откровенных лидеров, которые отрываются от всех за пару кругов. Есть средняя группа, где происходят главные замесы. И последняя группа, это аутсайдеры, которые только недавно начали играть в игру. И да, в первом сплите отчасти эта проблема решается. Там пропадает группа аутсайдеров, но также остается группа лидеров с 3-4 пилотами, которые уезжают от всего пилотона. Третий. Самый главный бич пабликов. Это гриферы. О да, если вы думали, что в компетични все едут чисто, аккуратно и стараются друг другу оставлять достаточное место для прохождения поворота бок о бок, то вы сильно ошибаетесь. Как и в пабликах, в компоте также есть злопамятные пилоты, которые помнят, как вы их слегка вытолкнули. И они будут готовы при первой же возможности отплатить вам той же монетой, если не хуже. В пабликах вы могли наблюдать, как пилоты специально выносят друг друга. Если в пабликах есть шанс, что админ будет в онлайне и он сможет забанить подобного пилота, то в компоте нет никаких наказаний. Даже банальная система репортов, что развязывает людям руки для ведения крайне грязной борьбы. Что по итогу мы получаем? Компот еще хуже, чем паблик? Да, он в разы хуже. И ладно бы это сглаживалось тем, что при попадании в первый сплит вы могли потягаться с быстрыми пилотами. Но даже этого нету, так как все быстрые пилоты давно не гоняются в компоте. И тут возникает вопрос, а где тогда гонять? И на этот вопрос я вам отмечу следующее, LFM. А что это такое, мы поговорим уже в следующем ролике. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте прожать лайк и написать комментарий, застали ли вы старый формат компота и хотели бы вы его вернуть. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Также загляните в описание, там есть много полезных ссылок. До скорых встреч, пока-пока.